Независимость Узбекистана. Хорошо ли или плохо? Сейчас, что происходит в Узбекистане, я просто в шоке. Наверное, вы тоже слышите про это во всех соцсетях, на фейсбуке выставляют. Здравствуйте, дорогие друзья. А теперь посмотрите мою версию. Меня пригласили поснимать. То, что я услышала, меня поверло в шоке. Я нахожусь на третьем квартале Авиасазвар. Посмотрите, сколько народа. Это жители близлежащих домов нашего квартала. Меня пригласили как блогера поснимать здесь то, что происходит. Но будем показывать, узнавать и смотреть. Слушайте внимательно. Приветик. Здрасте. А что вы в масках? Уже давно все без масок. Нет, у меня подозрение. Многие, но уже почти все без. На скопление лучше. Так, что там такое собирают? Наверное, в офиценте. Кто был на собрании, вот это расписано. А что, уже собрание было? Нет, пока не стало. Я не знаю, там Ирина Викторовна что-то объясняла. Вот решили, что те, кто на собрании, еще раз собрали. А, понятно. А это чья машина? Это наше тюрьму. Это наше тюрьму. Не могу я больше. А что там? Что случилось-то там? Идем. Это исправление насильно. А здесь тоже самое. Еще одна машина, на ней расписывается. Здрасте. Что там случилось? Давайте. А что, собрание было уже, что ли, или что? Нет, ну так. Я вчера собирала подписи, не успела донести, мне прям выдернули сейчас. А где сама из кассирской? Маш, тут занятая. Занятая. Занятая домой. Занятая домой. Ну, мы тоже сюда. Перенадом очереди. Так что решили? Подписываем протокол. Здравствуйте. Здравствуйте. Это и вот его Елисея, в России, который избили мальчика. Избили? Да. Как это? Вот так, избили мальчика. А, это Иринова? Вот смотри, на нашем первом квартале, да, вечером была такая же история. А что он здесь, что ли, получается? Это друг, я не знаю, то ли это компания или нет, не знаю. Это вообще же ужас. Так, это наше ТСЖ. Нету никого? Нет пока. А куда парень-то уехал в больницу, что ли? Какой парень? Избили парня, который рядом с ней сидел, с Ириной Викторовной. Платеж принимал с банки. Кто его сбил? Вот эти, говорит, не знаю, с хоккеймятой или кто. Они не имеют права, а с хоккеймятой стоят. Как они будут? Вот женщины, спросите, сказали. Не пойму. Головой, говорит, а землю даже били. А я ничего стоял здесь. Здрасте. А вон там. Здрасте. А где? Чего все там? Да, Арсений, туда подписываться. Против вот этой махали. Не махали, а коммунального хозяйства. Привет, Ваня. Я уже там снимаю, снимаю, никого не вижу. Здрасте. А мы с этой стороны уже снимаем, снимаем. И тут же. А на вы вокруг. Везде, по чуть-чуть. Да, ну я так и так. Уже это, отправили. Да, вон ей. А этого парня твоего что, избили? Руки скрутили. А что, он набил? Он с ними дрался? Нет. Они вас скрутили для того, чтобы выгнать ее одну оставить. Да, у меня одну оставить в кабинете. Он и я там была. Да, он сказал, да. Он сказал, на каком основании. Да. Потом он попросил показать документы. А он его вот так за руки схватил и сказал. А кто скручивал в военный? Это, ну, милиционер или кто? Конечно. Он сказал, форма для тебя не документ, что ли? А, ну это было то же самое, как на первом квартале. Вот мне так же рассказывали. Я вечером поздно с работы шла и смотрю там собрание у нас. Человек 20. А я говорю, что случилось? Вот так к Диле зашли. У нас там это, начальник ТСЖ Диля. Так же. Но, правда, там Бахти нос в двух местах сломали. Кто сломал, не знаю. Это вы забрали. Это прям захват просто. Не, и главное, на Фейсбуке в этот же день появилось, и никакого, ничего, ни реакции, ничего. Где Хаким в группе авиасадзор, вот буквально. Да, да. Уже скинули, и тишина. А он уже давно затих. А на каком основании? Мы отписались. Мы отписались. Я еще не отписывала. Так, а мне тут два голоса еще оставили. Ирина Викторовна, основания же они должны показать. Должны собрания провести как-то по-человечески. Они принесли протокол собрания 22-го дома. Они сказали, мы у вас забираем 22-й дом. Все, 22-й дом вот здесь есть. Там тоже я ходила сама лично, я с ней поговорила, я ей объясняю. Она сейчас стояла. 22-й дом не подписывал, да? Они пришли и сказали на лука. Нет, не так было. Сейчас женщина сказала, домком нам всем сказала. Завтра придут с Хакимиата голосовать за лука. И вы сейчас подпишите, что вы выйдете на собрание. Лука это что такое? Управляющая компания. Управляющая компания. Они подписали только то, что они выйдут на собрание. Но ни за какой лука они не подписывали. Но с другой стороны, если 22-й дом хочет, пусть они уходят в лука. Это их право. Потому что, мило, я разговаривала с 23-м дом с какой-то женщиной. Она говорит, да, мы писали, мы подписали. Мы хотим то-то же, мы хотим лука. Не, пусть уходят. Если они хотят, пусть они составят протокол всем жителям, что мы... Да, ну это их право. Да, пусть уходят. Вот два дома, десятые, по-моему, и одиннадцатые, они в уха ушли от Игоря. Ну это их право. Поэтому они страдают. Вот пришли... Да, им надо много. Один спорта. А ты, Игоря, вы знаете, от Игоря, честно, я скажу, что это ужасно. Но это их проблема. У нас вот своя проблема. У нас свои... Мы, мы, конкретно, мы их хотим. Да, у нас... У нас здесь нас устраивает. Да, у нас всех... Просто так народ выступает. У нас устраивает СССР. У нас устраивает СССР. У нас устраивает. Очень нас устраивает. Не, в любом месте будут недостатки. Найти можно любые недостатки. Ну мы хотя бы Ирину Викторовну знаем сто лет уже. Да, минусы везде. Согласна, но есть и плюсы, на которые нужно больше обращать внимание. А самое главное, что это устраивает всех жителей. С СССР не могут, не хотят. С плюсами, с минусами. Все вышли и все подписались, что мы не хотим никаких УКА. Не, мы просто... Ну даже УКА же это желание жителей. Да. Кто платит, тот заказывает музыку. У нас управляющая компания Виктория Эксклюзив, которая обслуживает эти все дома в моем лице. Ну вот, какой еще УКА? Какой еще УКА им надо? Какое? В лице мужчин. Есть, оказывается? Они в лице... В лице кредитов с банка. Так, извините, их пришло шесть человек, и они там все в этом УКА. Это всех кормить их надо. Ну и что, вы думаете, что Хаким не знает, что ли? Да, вообще... Да, вообще, вот они сами должны были сюда прийти. УКА, если название ООО. Ирина Викторовна, там уже два лица вот этих подписей. Идите, заберите. Иначе сейчас все там КАМА будет. Там еще есть ли подписывание? Ну, вон они по чуть-чуть... Там у людей много подошло. Где Елисей? Еще есть листок, пускай люди пишут. Да-да. Да, пускай пишут. Иди еще листочек давай. Иди еще листочек давай. Подписи. Наши тоже все против. Мабля, ну зато ты здесь. Лично. На что они способны? Лучше бы я подписала. У меня же дочка с парадом Элизарова. И там, в кисточке сидит, у меня сломанная. Рассказали бы, что и КАМА подошли. Реакцию они так, что пришли тихаря и заходили. Ирина Викторовна, все, мы не нужны. Подписались. Если подписали, то не нужны. Подписала вон там, чтобы бумаги просто не растерять. Нас устраивает Ирина. Да, просто мы уже долго, мы с ней долгое время работаем. Мы знаем, кто она, на что она способна. На сегодняшний день это действие. Нам с ней спокойнее. Это действие, что это сейчас и жена, которому мы можем доверять. Тем более, что подойдет, она всегда поможет. Вот я как домков 13-го дома, мои все против. Все довольны. У нас подвалы нормальные, крыши, какие заявки есть, она все делает. До нас еще не дошла, но мы тоже за нее. Да. Ничего, очередь до всех дает. Да. Нет, но все равно она наш человек, по-любому. Конечно, поэтому я была даже, что не хорошо. Руки до нее крутили, ее до истерики без него, без нее до нее. И я зря ломилась, оказывается. Нет, еще они так назначили. Вот, допустим, я не могла. Я с внуком сидела, я не могла приехать раньше. Я бы пораньше приехала. Я с внуком. Вообще, на каком основании они вот так вломились. Это не первый раз. Это как будто они здесь хозяева. Так мы ей думали. Молодого человека довели ее. Это деньги не тронет. Посмотрите, на фейсбуке выложили все, да? Да, да. На сайт Хакима нашего Яшнабадского района выложили. Неужели без его ведома? А там вот те, которым руки свернули, ему сказали, ты писал, что ли, Яшнабадского? Мы сейчас тебе на 15 суток заходим. На каком основании? За то, что писал? За то, что писал. Вот, пожалуйста, елите. Нам целиком не удалось видео снять, но я сняла видео, как они выходили из кабинета. Но я слышала, как они кричали, что они говорили там, да. Но я просто сняла, когда они выходили. Да, да. Потому что уже они захлопнули сильно дверь. Да, даже согласие жильцов. Собрали, называется, да? Да. Я им сказала, я когда зашла, дверь была открыта. Я говорю, господа, почему вы так делаете? Вы должны собрать собрание жителей. Мы ей тут рассказывали. Они слова, господа, не понимали. Ну, значит, скоро будет прессинг. Если ты откроешь рот, тебя будут просто избивать, убивать. И будешь сидеть в своей конуре, заткнешься, такую сумму скажут, такую же платят. Да, по сути, они должны были позвать Хакима сюда, должны были позвать депутатов, сюда должны были жители, Ирину Викторовну, естественно. Да ладно, без Хакима они могли спокойно собрать, сказать, вот субботу, допустим, все дома. Выйдите, жители, поговорим. Вот мы выстроили, сделали там 22-й дом. Хотя бы резюме какой-то. Вот такой-такой результат. Да. Хотя бы резюме какой-то. Вот мы так-то, так-то работаем. Обманным путем сделаем. Некоторые вообще не понимают, в чем дело. В чем дело не говорили. Да. Возле моего дома ходили вот эти женщины двойки. Я их выгнала. Куда ходите? Мы против, Грюка. Не ходите. Мы уже акт подписали. А что будет? Да. Ну, люди, конечно, бунтуют там конкретно. Сейчас этих участковых вызовет его опять. А участковый что делал, если это так? Ну, он же вызвал 02. А, он вызвал? Елисей. А, Елисей вызвал? А они передали дело участковому. А участковый сидит, над ним издевается. Резюме ему надо. Устроено? Официально ребенок или не устроено? Атхам, да. Атхам, да. Атхам издевался? Ну, они же его спрашивали. Нет, там другую. Они пришли смелиться своей. Видимо, это... Нет. Я имею в виду, сейчас они вот в кабинете его держали. Елисея. Спрашивали. Документально ты оформлен? Или как ты? На каком основании ты здесь работаешь? Они все идут, и такие допросы устраивают. Значит, они кем-то уполномочены. Ну, на рэкет никто не уполномачивал. На избиение и угрозы же никто не уполномачивал, наверное. А они же сами, наверное, пришли такое самоуправство. А там сказали наверху, что это все обоюдно, согласен, все нормально. Ну, если обоюдно, надо было с добром приходить, с добром и ушли. Кто-то направил. Кто-то направил. Они сами не будут так вот тебя не ссорить? Конечно, так не будут, не должны. Когда позвонили депутатам, они все в курсе. Они уже все в курсе, что и тут рейдерсы. Ну, до такой степени это конкретно захват. Ну, если это с чьей-то похвалы, то это не уголовно наказуемо. Ну, наверное, у нас три дома стоят, без нашего разрешения, да, поставили дом строить часто. А там нельзя, потому что третий дом стоит без фундамента. Он пять лет не был в эксплуатации, не строили его до конца. Так люди шесть лет тому назад только свет провели. А вот еще неизвестно, что на стадионе будет, там уже вакуум. Ну, там точно мне сказали, что это будет. Три каких-то стадиончика маленьких, да. И адвокат с нами был, и блогер был. И как бы там это сейчас для отмазки не сказали, а потом бы тоже дом какой-то не построили. Да, ну вот я говорю пример. На Фейсбук, пожалуйста, вот мы вот этот дом тоже выставляли. Все равно построили, вписывается в архитектуру. Нет, а самое интересное, если коммуникации отдельно же они не проводили, я не видела, что вкопали. Значит, подключили к старому. Ну, как зачем это? Ну, 16-й дом вот этот поплывет весь в какашках и вот там подобное. И те, да, тридцать старые? Они вот дети будут свои виды вот этими колонками, а это говорите буду, это все сверху. Да. Ну ладно, пойду дальше. Смотри. Смотри, иди туда. Ну, как у нас там. Уже. Ход с фунтамина. Сейчас полноте.